Всех приветствую! Сегодня небольшое дополнение к обзору. Сразу скажу, что S&P как-то плоховато выглядит. В любом случае он пробьет вот это дно. Я не думаю, что пойдет вверх такой фигуры. Тут вверх зейкзаги идут. И вниз дожимают, дожимают вот здесь до стопов на 3508, 35060. Соответственно, когда вот это зацепит, эту зону ликвидности, после этого, скорее всего, будет отскок. Прямо сюда его не жду. Соответственно, прогноз тот же. И еще надо добавить, что может быть и вот такой вариант. Что эта пятая волна вот такая вот будет маленькая. Мы зацепим здесь и будем давать не отскок, а реально пойдем вот туда вверх. Вот очень на это рассчитываю. Либо тут может быть диагональ конечная. И где-то вот в этой зоне, чуть выше 3500, все это дело развернет. Поэтому вот такое жду. В любом случае будет рост куда-то в район 3700, я думаю. Может быть чуть пониже. Соответственно, вот на это рассчитываю, покупая крипту. Но здесь на битке тоже очень странная фигура. Тут какие-то зигзаги. Соответственно, это то ли треугольник, то ли диагональ в конце. И, судя по всему, пойдем мы еще ниже. И после этого только будет отскок. В общем, ничего добавлять не буду. Еще раз повторюсь, биток глобальный по 18 тысяч надо ловить. Ничего интересного тут нет. По эфиру тоже, скорее всего, это треугольник. Мы тут подошли вплотную уже к этому уровню. Соответственно, вот это А, это Б, это С, это Д. Тут волна Е развивается. И эфир по 1380 вряд ли будет. Но повыше может сходить. То есть, в район 1340 легко на этом отскоке. А после этого пойдет выбивать вот это дно на 1200. Там есть вариант даже на 1100. Поэтому ничего хорошего не вижу пока по рынкам. Все выглядит вниз. Так что, соответственно, раз крипта вниз, наверное, S&P тоже сильно вниз пойдет. И варианта вверх там нету. В лучшем случае отскочит. Но смотрим при этом индекс доллара. Тут вообще трудно сказать, что это такое. Скорее всего, это была единичка, это двойка, это тройка с диагональю, это 4, это 5. И еще выше оно пойдет. Что это будет за фигура, непонятно. Есть вариант, кстати, с флэтом, не только с треугольником. То есть, вот эти вот коррекции, их очень трудно предсказать. Скорее всего, нас ждет долгий боковик вот в этой зоне. И после этого уже доллар пойдет еще выше. Но тут есть вариант вашего такой вот. Вот такой вот веселый с флэтом. Есть с треугольником. В общем, тут что только не произойдет, не знаю. Поэтому жду и ничего интересного не происходит. А вот на рубле идет веселье. Он сходил, пробил 65. 65 это был критический уровень. Соответственно, у нас тут точно не треугольники. И пойдет он еще выше. В общем, еще раз повторюсь, от рублей надо избавляться. Вряд ли это какой-то флэт. Но кто его знает. Ну, просто если взять РТС, он уже как-то вроде отпадал. Тут, во-первых, у нас с военной операцией пошел дикий рост. Это может быть начальная диагональ. Вот это зигзагообразное движение. И после этого РТС пойдет вверх. Как бы вот на этом я жду все-таки укрепления рубля. Но могут быть они, конечно, и отдельно ходить. Потому что РТС ходит в противоход СНП. Когда СНП падает, РТС растет. Типа мы враги. И когда США хорошо, Россия плохо. А когда Россия хорошо, США плохо. Ну, это странные такие корреляции. Но, судя по всему, у РТС еще есть запас. Вниз сходите туда и после этого только вверх. У нас критическая точка аж на 600. Поэтому все, что выше, это коррекция. И покупать русские акции нужно вот в этой зоне. Очень выгодный профит могут дать. Тут фигуры разные могут быть. Но мы однозначно проблем 1500. А там уже будем смотреть. В общем, тут не знаю, что конкретно будет. Корреляции могут быть. Но реально в России выглядит неплохо. И, судя по всему, реально по рублю вот это все дело идет ложный вверх. То есть, еще раз, есть такой вариант. Потом аж на 30. Было бы неплохо рубль по 30 увидеть. Это кучу плюшек дает. Но пока что непонятно, что это такое. По остальным рынкам. Золото в ланге. Не очень надежный трейд. Может коррекция расширится. Нефть надо покупать. Однозначно она вверх. Любую коррекцию скупаете и продаете там в районе 98-100. И, в принципе, это верняк. Газ все никак не хочет начать расти. Но пока что все в пределах коррекции. И вот надо покупать и докупать, когда пробьем еще 7,26. По газу сразу вариант вверх. Никаких там сильного диск нету. Правда, уже смущает то, что это глубокая коррекция. Поэтому тут тоже нужно подождать. Если что, если пробит это дно, только докупать. Такая техника. Ну ладно, на этом все. И до следующей встречи.